Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Pet Simulator X. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылочка на него, как всегда, будет в описании. Перед началом убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну рекламу на сайте. Далее на самом рекламном сайте вы будете около 10-15 секунд и, в принципе, можете выходить. Так, дальше, заходим во вкладку Exploits, если у вас нет никакого чита, и скачиваем любой предложенный чит, либо старый, либо Splash. Напомню то, что старый используется без ключ-системы, Splash с ключ-системой. Далее в поиске пишем Pet Simulator X, нажимаем поиск. И сегодня в ролике буду показывать самый первый по счету скрипт на Pet Simulator X. Также здесь очень много других разных, даже есть вторая страница со скриптами. Ну вот, как видите, здесь их довольно много, но какой вам больше нравится, тот и можете использовать. Сегодня в ролике покажу вот первый по счету. Так, нажимаем еще раз кнопочку скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Далее заходим в игру, открываем чит. Вид, в настройках ставим DLL от Cranel, потому что с Cranel лучше всего работает. Также напомню то, что Cranel используется с ключ-системой. Далее нажимаем Inject. И ждем, когда мы с вами заинжектимся. Так, как я понимаю, сейчас скорее всего Inject не получится. Короче, смотрите, если у вас вот так вот все зависло, ну вот это окошко, и дальше ничего не происходит, наводитесь мышкой на иконку Роблокса, и через крестик закрываете ее. Далее еще раз нажимаете Inject. И со второго раза получается. Иногда бывает такая проблема, но ничего страшного. А также давайте я вам сейчас видео прикреплю, как получить ключ для Cranel. Там сложного ничего нету, посмотрите, я думаю поймете. И вот так вот. Так, ну я думаю вы поняли. В принципе сложного, как я и говорил, там ничего нету. Далее вставляем скрипт в сам чит. Нажимаем кнопочку Exclude. И ждем, когда он загрузится. Так вот, постепенно он здесь загружается. Заходим в фарминг. И смотрите, где Select Arena. Выбираем здесь арену. Допустим, выберу Town. Далее. Так, что здесь еще есть? Тут очень много функций. Сейчас вспомню, что нужно нажимать. Есть какой-то супер фарм. Мультитаргет. Вот нам мультитаргет нужен. Ну, нам нужно еще собирать, получается, лутбэги. Ну, то есть мешки с подарками. И сами подарки. Но пока что-то я не вижу эту функцию. Возможно, она автоматически будет работать. Скорее всего, да. Ладно, включаем мультитаргет. И смотрим, что происходит. Как видите, за считой на секунду я ломаю монетки и получаю очень много монет. Так, давайте отключу. Новый ран капнул. Отлично. И посмотрим, можно ли здесь выдавать геймпассы. Бесплатно. Насчет активации бустов автоматической. Лучше эту функцию не используйте. Потому что у вас могут сразу за буквально несколько секунд все бусты активироваться. Так что лучше ее не использовать. На всякий случай. Вот. Давайте соберем вот ежедневные награды. А, или это все награды. Первое, короче, это гифты, да. Да, включаем эту функцию и смотрим. Да, как видите, автоматически у меня собрались они. Отлично. Далее. Автоматический сбор сундука. Ну, награда сундука. Включаем. Да, все собралось. Отлично. Дальше. Третья функция. Банк. Не знаю, что тут связано с банком написано. Второе слово не знаю, как переводится. Ладно, пока идем дальше. Также можно автоматически покупать питомцев у продавца таинственного. Первый тир, второй тир и третий. Ну, то есть по счету. От слева направо. Слева это самое первое. А третий это самый последний. То есть справа. Тут, в принципе, все понятно, я думаю. Давайте найдем все-таки выдачу геймпассов, если она здесь есть. Вот. Открыть геймпассы. Нажимаем и проверяем. Так, ховерборд у меня не появился. Я помню, раньше можно было выдавать геймпассы, появлялся какие-то ховерборд. Но почему-то его нету. Так, ладно. А, вот инлук ховерборд. Давайте попробуем нажать. И не хочет выдаваться, к сожалению. Очень печально. Ладно. Тогда давайте скорость бега сделаем, если здесь можно, ее быстрее. Чтоб нам быстренько все локации открыть. Вот, в настройках нужно включить, кстати, функцию автоколлект бэкс. Чтоб он у вас собирал, получается, коробки и мешки, которые выпадают с монет. Так. Я ищу скорость, но, скорее всего, как я понимаю, ее нету. Админ скрипт. Давайте посмотрим, как он здесь работает. Ничего не появилось. Окей. Ладно. Тогда что нам делать? Давайте попробуем телепорт использовать. Тупыхнемся в каф. Да, все работает. Отлично. Покупаем эту локацию. Далее перемещаемся на следующий мир. Быстренько там проверяем, работает автофарм или нет. И на этом, в принципе, буду заканчивать. Смысл, я думаю, вам понял. Показал примерно, какие функции за что отвечают. Значит, эта локация, как у нас называется. Давайте посмотрим. Где здесь она у меня? Энчант Форест. Вроде бы как. Заходим в фарминг. Выбираем локацию Энчант Форест. Если она здесь есть. Так, секунду. Да. И включаем мультиторгет. И, как видите, автофарм здесь тоже работает. Конечно, немного лагает. Но, в принципе, ничего страшного. Главное то, что работает. Так, все. Выключаем эту функцию. Сразу лаги прошли. Отлично. И давайте тогда попробуем автоматически открыть яйца. Посмотреть, работает эта функция или нет. А, значит, ищем название Энчант Эгг. Так, скорее всего, я уже пролистнул, как я понимаю. Неудобно вот здесь листать. Сейчас попробую найти. Вот. Нашел. Сразу просто не увидел. И включаем функцию автоопенэк. Ну, первая функция. И смотрим, что происходит. Да. Как видите, автооткрытие яйц тоже работает. В том, что у меня появляются. Все отлично. Все. Тогда выключаем. Я думаю, следующую функцию вы, в принципе, сами все проверить можете. Самое главное то, что я показал основные функции. Как видите, все основные функции работают. И это очень хорошо. На этом заканчиваем. Напомню то, что ссылка на мой сайт будет в описании. Пользуйтесь им. На этом заканчиваем. С вами, как всегда, был Азбан. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал. Всем удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok